Приветствуя кубанских строителей, губернатор отметил, что перед ними стоят масштабные и ответственные задачи. Столица Зимней Олимпиады меняется стремительно, но многое еще предстоит сделать. Вы сегодня в Сочи. По призыву, можно сказать, предстоит большая трудовая вахта. Мы выходим на финишную прямую. Да, Олимпиады остались считанные дни. Но я помню, как край, вся Кубань помогала Крымску, когда мы восстанавливали всем миром улицы, дома, спасали людей. И по большому счету Крымск не узнать. Но хочу еще раз подчеркнуть, что это произошло все благодаря тому, что Крымск не остался один на один с этой бедой. Всем миром, всей Кубанью мы восстанавливали его. И сегодня здесь, в Сочи, нужна ваша помощь, ваша поддержка. Поэтому я очень надеюсь, что, как всегда, мы не подведем. Каждый такой отряд из муниципалитета возглавляет заместитель главы района. Строительные бригады задействуют на работах по благоустройству Олимпийского парка и так называемой зону международного гостеприимства, где будут проживать гости и участники Олимпиады. Ну как, вас обещает? Да, довольно таки. Вы сегодня купите? Масштабно. Ну, я уже второй раз здесь. Ну, наверное, не представляете, да, насколько все может быть? Не представляете, честно. Ему надо все довести до конца. И каждому билет на Олимпиаду? Конечно. Не стараться. Не подвезти. Всего на самой большой стройке страны сегодня работает 75 тысяч человек, на объектах, за строительство которых отвечает край, с очередной проверкой побывал Александр Ткачев. Посмотрел, как идет строительство трибун трассы «Формулы-1» на 6 тысяч человек на территории Олимпийского парка. А в месте будущего орнитологического парка климатизацию проходят 3 тысячи деревьев, 20 тысяч кустарников, привезенных специально к Олимпиаде из субтропиков. Как только строительные работы завершатся, все эти растения будут высажены в Эмеретинки. Осмотрел глава региона и как благоустраивает совхоз России, где будут жить гости Олимпиады. Улицы вымощены новой плиткой, возле капитально отремонтированного дома культуры открыт музыкальный фонтан. Итоги объезда по Олимпийскому парку подвели на краевом оперативном штабе. Подрядчикам еще раз напомнили о сроках сдачи строительства объектов, а руководителям Сочи о едином архитектурном облике, к которому должна быть приведена вся зона международного гостеприимства. Александр Ткачев подчеркнул, сбоев на финишной прямой подготовке к Олимпиаде быть не должно.